Добрый вечер, в эфире новости. Прямо сейчас подведем итоги дня. Меня зовут Егор Матаев. В начале выпуска расскажу о главном. В Алтайском крае 36 человек находятся под медицинским наблюдением после посещения стран очагов коронавируса. За их состоянием ежедневно следят врачи. Аномальное количество осадков этой зимой в нашем регионе может в прямом смысле выльется в серьезный поводок. Какие меры принимают уже сейчас? От 2 до 3 миллионов рублей. Такие убытки несут сегодня розничные сети ежемесячно из-за мошенничества по бонусным картам. Насколько эта проблема острая для Алтайского края? В Алтайском крае 36 человек находятся под медицинским наблюдением после посещения стран очагов коронавируса. За их состоянием ежедневно следят врачи. В отнаблюдение попадают все прилетевшие из потенциально опасных стран. Это Китай, Италия, Иран и Корея. Следят за состоянием человека врачи на дому в течение 14 дней. На 10-й день наблюдаемый сдает анализы на появление вируса. Действуют такие меры с 18 февраля. За это время в регионе осмотрели 192 человека. Проявлений вируса не обнаружено. Ну да, то есть существуют временные рекомендации ВОЗовские по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции. То есть они обследуются на первый день медицинского наблюдения и на 10-й день медицинского наблюдения. То есть если результаты отрицательные, то есть на 14-й день медицинского наблюдения он снимается с контроля. Аномальное количество осадков этой зимой в нашем регионе может в прямом смысле вылиться в серьезный паводок. Меры для предотвращения подтопления принимают уже сейчас. В Шипунова снег вывозят два погрузчика и несколько грузовиков. Рабочие чистят переулки и дороги. Снег убирают с помощью техники и лопатами. Частные участки местные жители очищают своими силами. На случай возможных подтоплений администрация района закупила специальные переносные помпы для откачки воды. Снег вывозят за пределы села на специальные участки. Ну за пределы Шипунова, за водные дороги вывозится и там уже естественный наклон. Есть также в одном месте у нас устроен водоотвод канал, а в другом месте просто естественный уклон, который будет стекать. К паводку активно готовятся и в Славгороде. В городе разработали и реализуют план работ по прохождению сезона подтоплений. Очистили ливневые канализации, переливные трубы и специальные протоки, по руслу которых талые воды смогут уйти в водоемы. Из города снег вывозят ежедневно на полигоны, но риск подтоплений некоторых территорий сохраняется. Сформирована комиссия по прохождению паводков сезона. Разработан план по ее реализации вот этой программы. В этом году есть опасения, конечно, подтопления некоторых частей города Славгорода, села Славгородского, балластного карьера. В Рубцовске самые проблемные места находятся в русле аллея. Это участок от Рубцовского проспекта до Мельничного переулка, место рядом со стадионом «Торпеда», район подвесного моста на улице Светлова. В городе по-прежнему работают дренажные каналы, которые построили еще в 2017 и 2018 годах. За всеми критическими местами закреплены наши предприятия города. Во время паводка, то есть там, по-моему, раз в два часа они проводят обследование и принимают соответствующие меры. Владислав Кириенко, Татьяна Дроздова, Анастасия Ланцова, Максим Добровольский, Ирина Жукова. Новости. Заседание по делу организованной преступной группы прошло сегодня в Центральном районном суде Барнаула. В 2018 году с августа по декабрь группировка через интернет распространяла синтетические наркотические средства в краевой столице. Для этого подсудимыми приобретались крупные партии запрещенных средств. В дальнейшем они фасовались и распространялись методом так называемых закладок. На скамейке подсудимых находятся пять человек, четыре мужчины и женщина. Сейчас суд допрашивает свидетелей. В дальнейшем будет избрана мера пресечения. Одному из членов организованной группы вменена часть 5 ст. 228 с примечанием 1 через покушение. Наказание предусмотрено санкцией от 15 до 20 лет. Остальным вменено покушение часть 4 ст. 228 со значком 1. Там наказание предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. Жители дома на Тимуровской 50 в Барнауле хотят, чтобы их дом снесли. Дело в том, что их жилье считается аварийным еще с 2013 года. Но расселения они дождаться не могут. Дому на Тимуровской 50 уже давно перевалило за 60 лет. Раньше это было общежитие ОТЭЦ. Сейчас в нем живут собственники или наниматели бывших койко-мест. Правда, своего дома они боятся. В здании обваливается потолок, пол весь в дырках, а недавно и вовсе часть крыши разрушилась. И шифер со льдом упали на газопровод. К счастью, никто не пострадал. Сейчас жильцы обратились к общественникам и написали заявление в прокуратуру. По законодательству действующему вне очереди должно предоставляться жилое помещение гражданам, если они малоимущие. Это первое. А второе, если проживание в доме опасно. На основании искового заявления, то есть когда оно подается в суд, принимается решение о проведении строительно-технической экспертизы с целью установить опасность проживания в данном доме. И зачастую такая экспертиза показывает, что проживать в данном доме опасно, может в любой момент произойти обрушение конструкций, и суд выносит решение о предоставлении жилых помещений. Дом признан аварийным еще семь лет назад. Ни одна семья все еще не получила предложения о переселении. А плановый переезд жильцов дома будет только в 2022-2023 годах. Жители были информированы комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнова, а также администрацией района о возможности получения ежемесячных денежных выплат из городского бюджета на оплату расходов по найму жилого помещения. В настоящее время три семьи воспользовались данной услугой. Жильцы аварийных домов праве рассчитывать на выплату в размере 10 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, 12 тысяч за двухкомнатную, за трехкомнатную – 15 тысяч рублей. Но тем не менее, не все жильцы согласны переезжать во временное жилье. Они хотят получить собственное. Люди обращались в администрацию, половина, вот у нас тут уже 5-6 семьи съехали. Да, получается, что сняли, администрация платит. Но это опять ненадолго. Сейчас жильцы совместно с общественниками готовят письма во все инстанции, лишь бы на их проблему обратили внимание. Если им не удастся сдвинуть сроки расселения, они намерены обратиться в суд. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. Жильцы многоквартирного дома номер 37 по улице Анатолия в Новоалтайске жалуются на управляющую компанию. По словам собственников жилья, из-за халатности руководства дом буквально разваливается. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Сырость в доме, пятна плесени на лоджии в комнате. Эта картина не меняется вот уже на протяжении 10 лет. Отваливается облицовка дома, жильцы боятся, что кирпичи могут упасть им на голову. Собственники жилья неоднократно обращались в управляющую компанию и комитет ЖКХ. Они не раз, конечно, приходили, тут смотрели, все. И единственное, что они делали, просто частично замазывали мне. А саму причину, вот того, что происходит, они не устраняют. В управляющей компании ЖУ-2 говорят, что ситуация под контролем. Крыши от снега чистят постоянно, текущий ремонт кровли производится. Проблема в том, что дом изначально был построен с инженерными недочетами. Технический этаж ниже нормы на полметра. Чтобы исправить ошибки строителей, необходимо нынешнюю кровлю заменить на шатровую. Это возможно сделать только в рамках капитального ремонта. Мы в прошлый год предлагали жителям собрать общее собрание и, соответственно, собрать пакет документов для обращения в администрацию города по переносу сроков по капитальному ремонту. Но пока даже не с кем писать документы в администрацию подавать. Чтобы подать документы на капремонт, необходимо заплатить за экспертизу. А этого жильцы делать не хотят. Они считают, что платят достаточно. Как нам прокомментировали в комитете ЖКХ, если собственники жилья на Анатолия 37 будут платить столько же, сколько платят сейчас, то их очередь на капитальный ремонт подойдет в 2028 году. Если собственники желают перенести сроки проведения капитального ремонта в более ранний период, чем предусмотрено краевой программой, необходимо им данное решение рассмотреть на общем собрании. И в случае необходимости принять решение об установлении дополнительного размера взноса. Сейчас на счету у дома в фонде капремонта чуть больше полутора миллионов рублей. Установка крыши шатрового типа обойдется от 3 до 5 миллионов рублей. То есть жильцам надо собрать еще как минимум 2 миллиона рублей или взять кредит в банки, а потом вернуть долг с процентами. Но делать собственники этого не хотят. Они считают, что государство должно им помочь, а управляющая компания ускорить этот процесс. Ярослав Улымов, Роман Хайрулин, Денис Кузьменко. Новости. По итогам прошлого года в России резко увеличились случаи краж с бонусных карт. Не с банковских, а именно с бонусных. От 2 до 3 миллионов рублей. Такие убытки несут сегодня розничные сети ежемесячно. Насколько эта проблема острая для Алтайского края и как обезопасить себя от мошенников, далее в нашем сюжете. Кажется, ну что можно украсть с бонусной карты? Пустяк. Если наберется 100 рублей, и то хорошо. Но копейка рубль бережет. По оценкам экспертов, на бонусных картах 30 крупных розничных сетей, таких как «Магнит» и «Пятерочка», находятся одновременно 50 миллиардов рублей. Неудивительно, что в России выросло число краж бонусов. Сталкиваются с этим и алтайские правоохранительные органы. Но пока в единичных случаях. Стражи правопорядка и пока еще не понимают, как квалифицировать эти преступления. Как мы должны оценить материальный ущерб? То есть они бонусные, они подарочные, они начисленные. То есть как нам процессуально определить ущерб, причиненный гражданину. То есть это как бы подарок, украли подарок. Нет таких преступлений у нас. Карты лояльности – лакомый кусочек для начинающих мошенников, говорит программист Марк Жуковский. Он преподает информационную безопасность студентам политехнического университета. О схемах злоумышленников знает многое. Уверяет, взломать бонусные карты можно на раз-два. Это не такая сложная штука. Гордиться тут особо нечем, на самом деле. Да, вот и хакеры, хакеры, да боже. Там ничего страшного. То есть, к сожалению, большая часть проблем возникает именно из-за пользователей. Что они не удосуживаются проверять, например, криптостойкость своих паролей. Да, они не проверяют, что вообще у них происходит в их кабинетах. Чтобы подтвердить операцию по бонусной карте, не нужно вводить смс-код. Поэтому злоумышленник может зарегистрировать личный кабинет на карту другого человека. И взломать уже зарегистрированную карту, зная ваш номер телефона или адрес электронной почты. А подобрать пароль не проблема. Единственный способ спастись от мошенников – придумывать сложные пароли и по возможности не оставлять свой номер телефона в открытом доступе. А магазинам стоит задуматься о безопасности своих карт, если им дорога репутация. Владислав Кириенко, Екатерина Корзова, Денис Кузьменко. Новости. Почти треть налогов, собранных в регионе в бюджеты всех уровней, приходится на долю малого и среднего бизнеса. Начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев подвел итоги деятельности отрасли за прошлый год. Потребительский рынок, предприятия перерабатывающей промышленности и сфера услуг – все это малый и средний бизнес. На сегодняшний день в Алтайском крае в сфере предпринимательства трудится 263 тысячи человек. К этому сектору экономики относятся почти 80% всех хозяйствующих субъектов региона. В 2019 году стартовал национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. За 6 лет на его реализацию предполагается потратить 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Показатели развития малого и среднего предпринимательства, вот этой самой предпринимательской инициативы, ее уровень, ее масштаб, он, конечно, зависит от настроения нашего предпринимательского сообщества, от готовности делать какие-то шаги, связанные порой с риском, но имеющие цели собственного развития, вернее, развития собственного дела и, как следствие, уже развитие края, наполнение бюджета. В прошлом году Алтайский региональный центр поддержки экспорта по итогам работы стал лучшим в Сибири и вторым в России. Оценка была дана федеральным экспортным центром. При сопровождении центра «Мой бизнес» создано 147 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну, прежде всего, конечно, малого. В минувшем году 99 субъектов предпринимательства воспользовались экспортной поддержкой, заключив контракты на сумму 13,5 миллиардов рублей. К 2024 году, согласно нацпроекту, численность занятых в сфере предпринимательства должна составить в крае 331 тысячу человек. Стимулом к ведению легального бизнеса должен стать закон о самозанятых. В регионе продолжает работать губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Она у нас в регионе реализуется уже более 10 лет, доказала свою результативность. Но вместе с тем мы понимаем, что она тоже не должна быть статичной. Она должна меняться в современных реалиях, когда новые подходы и в образовательных программах, и, всего лишь для бизнеса, они становятся более интенсивные, более вовлеченные. И мы, естественно, свою программу тоже в 2020 году планируем модернизировать. По словам Александра Евстигнеева, в прошлом году общий объем средств на развитие предпринимательства был увеличен в крае в 2,5 раза. Это средства как региональных государственных программ, так и средства федеральной программы развития малого и среднего бизнеса. Владимир Токмаков, Алексей Шаульский, новости. Мероприятия к 75-летию победы в нашем регионе помогут развить связи с россиянами, проживающими за границей. Об этом заявили на заседании межведомственной комиссии Алтайского края по вопросам работы с соотечественниками. Опыт нашего региона в этом вопросе неоднократно отмечали на федеральном уровне. В 2019 году Алтайский край организовал или помог в организации 35 мероприятий с участием россиян, живущих за рубежом. Они прошли как на территории края, так и за его пределами. В этом году упор сделают на мероприятия, посвященные 75-летию победы. В мае пройдет совместное выступление творческих коллективов Алтайского края и Казахстана в Усть-Каменогорске. В апреле в регионе планируют организовать выставку фотографий с Казахстана, посвященную 75-летию победы. Кроме того, юбилейной темой будут пронизаны многие традиционные краевые мероприятия. Молодежные делегации гостей проведут по специально разработанным краеведческим маршрутам. В краевой столице увеличился прирост населения за счет приезжих. Впервые за три года в городе сохраняется положительная динамика миграции. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за январь-сентябрь 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го число прибывших стало больше на 1,6%. Это больше 17,5 тысяч человек, а уехавших снизилось на 5,5%. Это 16,283 человека. По данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности города, положительную динамику удалось сохранить за счет высокого притока из Казахстана. В 2019 году оттуда приехало на 85% больше, чем в 2018-м. Это 675 человек. Миграционный поток положительно повлиял на численность постоянного населения города. По данным на 1 января 2020 года, оно составляет 697 тысяч человек. Это были все новости на сегодня. Эти и другие ищите на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. Меня зовут Егор Матаев. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся в эфире завтра утром. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok